Сегодня в экономическом календаре. В 15.00 Центробанк России сообщит о размере международных резервов в долларах США. В 15.30 в Соединенных Штатах выйдет пакет статистических данных, среди которых есть показатели высокой степени важности. Это базовый индекс розничных продаж и объем розничных продаж. Они являются индикаторами потребительских расходов и темпов развития экономики в целом. Превышение прогнозов увеличит спрос на американский доллар. Также будут опубликованы индекс цен на импорт и индекс цен на экспорт. Показатели оказывают влияние на потребительские расходы. Кроме этого, в пакете данных будет представлена информация о числе первичных заявок на получение пособий по безработице за прошедшую неделю, который характеризует состояние американского рынка труда. Улучшение показателей по сравнению с прогнозом приведет к покупкам доллара США. Канада в 15.30 опубликует индекс цен на новое жилье, позволяющий оценить силу канадского рынка жилья. Рост значения индекса выше ожидаемого уровня увеличит спрос на канадский доллар. В 17.00 в Соединенных Штатах выйдет объем товарно-материальных запасов за месяц. Рост запасов продукции на складах означает снижение потребительского спроса, что негативно отражается на экономике страны. Превышение прогноза приведет к продажам американского доллара. В 18.15 с речью выступит глава Банка Канады Стивен Полос. Это событие достаточно высокой степени важности и всегда ожидается трейдерами. Реакция рынка будет зависеть от содержания его речи. Ну а завтра основной площадкой для заработка станет Америка. В 15.30 по московскому времени будут опубликованы данные индекса цен производителей, выходящих в США. ИЦП является индикатором потребительской инфляции и влияет на динамику американского доллара на рынке валют. Заметим, что такие банки, как JP Morgan, Bank of America и команда аналитиков Goldman Sachs предполагают снижение пары евро-доллар в долгосрочной перспективе. Открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал MaxiMarkets теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе.